Приветствую вас, ваша история, ваш вопрос написаны довольно цумбурно, я бы даже сказал, что немножечко отрывочно. И поэтому, наверное, сперва я отвечу на некоторые моменты, а потом я постараюсь разобрать ваш текст, потому что там есть тоже некоторые нюансы, которые достойны внимания. Значит, первое. Если женщина говорит вам, что она вас любит, и у вас есть к ней симпатия также, и вы чувствуете, знаете, что она имеет к вам чувства, но при этом эта женщина говорит, что вот внезапно у меня появился мужчина, вот так вот, две недели назад, и он сразу улетел на работу, и так далее, и так далее, и так далее. Есть большая вероятность, что человек просто вас проверяет. То есть, женщина в 36 лет с двумя детьми может вполне себе так поступить, ну, потому что она боится сближение, боится того, что вы ее бросите, может быть, вы ее оставите одну, и, ну, из-за этого она будет страдать. Вот. Человек этого не хочет, человек этого может боится, вот. И, собственно, этого она пытается избежать. Что нужно сделать в этой ситуации вам? В этой ситуации вам нужно проявить свою мужественность, вам нужно проявить свою активность, вам желательно, вот, опять же, я сейчас говорю, только применительно вот к этой ситуации, ну, в целом вообще, да, то есть, именно вот только к данной ситуации, я говорю, вам нужно, значит, приехать к ней, сказать, что я никому тебя не отдам, никуда не отпущу, ни за кого замуж ты не выйдешь, и, в общем, я буду с тобой, и все. Вот. Пусть этот мужчина приедет, пусть этот мужчина приезжает, значит, там посмотрим, вот. Пока он не приехал, пока я не увидел его с тобой, пока я не увидел, как он делает тебе предложение, и пока я не увидел его кольца, я, соответственно, как бы буду с тобой, вот. То есть, это такая позиция, она немного агрессивная, она решительная, но, тем не менее, в вашем случае, достаточно такая, обратно, вот. Это если женщина говорит вам, что любит вас, плачет, значит, предлагает позвонить и так далее. Ну и, у вас есть, тоже к ней чувство, соответственно. Далее, вы говорите, значит, что делать, чтобы ее вернуть. Есть момент другой, есть момент немножко другой. Есть ли, что возвращать? Потому что, ваши отношения, они, ну, в некоторой степени, довольно странные. То есть, между вами 150 километров, по сути, отношения получаются на расстоянии. То она к ней, то вы к ней, и так далее. То есть, тут нужно еще раз прикинуть характер вашего взаимодействия вообще с ней. То есть, как вы с ней взаимодействовали, как вы с ней были в отношениях, что это были за отношения, делала ли она реально для вас что-то или нет. Понимаете? То есть, вот это, тоже принципиально важный момент. Перед тем, грубо говоря, перед тем, да, как вы, ну, например, соберетесь делать вот этот вот решительный шаг, решительное действие по отношению к ней. Ну, там что, ну, нужно же понимать, да, ради чего боремся. Если этого не понимать, то, соответственно, можно испытать разочарование в случае, если она откажет. Одновременно с этим, одновременно с этим, я рекомендовал бы рассчитывать на то, что человек может действительно себе кого-то найти, человек может действительно с кем-то встретиться и человек может действительно заходить выйти замуж. То есть, у 36-ти летних мам такие импульсы иногда бывают. То есть, да, она может быть женщиной, она может быть идеальной женщиной для вас, но она не только женщина, она ещё и мать, и, соответственно, материнский инстинкт, материнский долг, материнская роль может оказывать на неё, к сожалению, к сожалению, такое вот серьёзное влияние. Вот. И здесь, конечно, нравится это вам, не нравится это вам, по большому счёту, неважно. Важно то, что это может быть. Вот. То есть, прежде чем совершать этот шаг, прежде чем проявлять свою музыку, а тут вы, по сути, идёте ва-банк. То есть, либо вы вместе, либо вы полностью разойдётесь. Прежде чем идти ва-банк, нужно понять, ради чего это делается. То, что девушка идёт ва-банк, это совершенно точно. Вот она идёт ва-банк, ва-банк. Значит, дальше идём. Это то, что, значит, касалось ваших, ну, то, что вопросы вы выдавали. Далее. Встречался с девочкой 9 месяцев, мне 29, ей 36, у неё 2 детей. И как вы относитесь к её детям обязательно нужно. То есть, ну, если у вас с ними контакт, любите ли вы их, нравятся они вам, принимаете вы их или нет. Какие у вас планы относительно своих детей. То есть, ну, например, если она больше детей не хочет иметь, согласны ли вы с этим, что у вас, например, своих собственных детей не будет и так далее. На динаме 150 км, поэтому она ко мне на пару дней, то и я к ней. Опять же, при каких условиях вы со своей девочкой познакомились, да, то есть вы сказали в конце, что вы познакомились где-то у неё на работе и оставили ей свой номер телефона. То есть, очень важно понять, по поводу чего вы познакомились, что сблизило вас, вот. Потому что, пока, пока, я бы не сказал, что понимаю, я бы не сказал, что понимаю, что между вами общего вообще. Понимаете? Ну, это, опять же, это, опять же, по большому счёту, да, не то, чтобы прямо очень важно, но помогло бы, если бы, если поставить проблему, например, так, что я не понимаю, почему она так поступила. А вот, чтобы понимать причину поступков человека, да, чтобы понимать, как раз и нужно увидеть, что между вами, собственно, общего. Да? Если, ну вот, если, грубо говоря, мы хотим увидеть, что с вами, что с вами, как с парой происходит. Понимаете? Вот. Вот. То есть, это, ну, действительно, действительно, такой очень важный момент. Далее. Вы говорите, что, то она к вам на пару дней, что вы к ней на пару дней. В принципе, в принципе, в принципе, неплохо, в принципе, неплохо. Но, нужно понимать здесь то, как она относилась, относится вот к этому, к тому, что вы к ней, что она к вам на пару дней, всё это на пару дней, понимаете? Вот, если ей не нравилось когда-то это, если она, ну, как-то её напрягала, вот что-то ещё, вот что-то такое, да, понимаете? То, соответственно, ничего удивительного нет в том, что она решила с вами, ну, порвать, грубо говоря, ну, грубо говоря, да, мы не будем сейчас пока утверждать, что она, что она именно порвала, но, тем не менее. То есть, опять же, такова была форма взаимодействия с вами, да, такова была форма взаимодействия с вами. Она не хорошая, она не плохая, не хорошая, она просто есть эта форма. И важно, ещё раз повторяю, чтобы вы увидели отношение женщины, да, к этому. Ну, на мой взгляд, это, это важно. Дальше. Идём. Так, значит. Каждый день тёплые разговоры мне так хорошо и спокойно не было ни с кем. Ну, я бы подробнее рассмотрел, что это значит. Так хорошо и спокойно не было ни с кем. А что без, например, неё вам не спокойно. Без неё у вас, ну, или вообще без неё, без кого-либо, у вас что, есть определённые трудности или что, или как. То есть, вот, понимаете, да, почему вы говорите про себя. Что вам было с ней спокойно и хорошо. А ей, как с вами было ей? Как она с вами себя чувствовала? Было ли ей с вами комфортно? Нравилось ли ей с вами? Было ли ей по ощущениям вашим так же хорошо, как вам? Не было ли такого, например, что вы в ней, как бы, нуждались, например, больше, сильнее, чем она в вас, например? Только честно. Здесь нужна, именно, вот, предельная честность, потому что, если вы не будете честны, то, опять же, понять причины, почему так произошло, ну, будет довольно сложно. Вот. То есть, понимаете, да? Здесь вы говорите о своих потребностях, но не говорите о её потребностях, о её желаниях. Мысли жить с ней были, но она как-то не мучила меня этим, поэтому мысли так и оставались мыслями. Если честно, вот смысл данного выражения, смысл данной фразы, он для меня ускользает. То есть, я не понимаю, что именно вы говорите здесь. То есть, у меня были мысли, как бы, говорить вы, у меня были мысли. Хорошо, мысли у вас были, окей. Вы хотели с ней жить, ладно. Но вы с ней не жили, потому что она вас этим не мучила. Вникает вопрос, а она должна была вас мучить этим? Вникает вопрос, а какая вообще, какая связь между тем, что она, например, вас мучила этим или могла мучить, с тем, что вы хотели с ней жить вместе вроде как сами. То есть, без её участия. И вот, понимаете, связь вообще не видна и не ясна. Если вы говорите, что вы хотели с ней жить вместе, почему мысли так и оставались мыслями? Если вы говорите, что она не мучила вас этим, опять же возникает вопрос, а что, должна мучить вас она была этим или что? И почему для вас это именно так? То есть, именно в виде мучения совместное проживание? То есть, смысл сразу, он ускользает. На самом деле. То есть, из этого непонятно, вы хотите с ней жить вместе или нет. И насколько вы реализовываете то, что вы хотите. То есть, если вы, например, не очень решительный человек, да, если не очень решительный мужчина, то женщина не могла этого, ну, не заметить, что вы такой вот не очень решительный человек. И, соответственно, если она почувствовала, например, что вы нерешительный человек, то вот, соответственно, отсюда ее такая вот, может быть, позиция как раз отсюда, может быть, такая ее и модель. То есть, потеря, потеря, например, доверия по отношению к вам. Это может быть неприятно, но, тем не менее, это вполне себе реальность. Дальше. Идем. Значит, все хорошо. Да нет, нет, не все хорошо, если ваши мысли так и оставались мыслями. Тут в один прекрасный день она не выходит со мной на связь, какого не было никогда. Вы знаете, вы, опять же, здесь производите впечатление довольно эмоционального человека. Если она тоже эмоциональная, то вы друг друга как бы, знаете, вы друг друга стимулируете на это эмоционально. То есть, кто-то из вас обязательно должен сохранять холодную голову. Иначе в отношениях будет всегда так, как у вас сейчас происходит. Ну и поскольку вы мужчина, то я предлагаю эту роль вам. Для этого нужно четко понимать, что вы хотите, что вам нужно и что вы готовы для этого сделать. И можете ли вы это сделать, и какой ценой, чем готовы платить за это. Я переживал, почему переживали, ее сын сказал, что с ней все хорошо, если она сама перезвонит завтра. Но, заметьте, ее сын не сказал, где она, не сказал, что она делает и так далее. Опять же, непонятно, либо вы попросили это, либо вы не спрашивали у него это, либо вы препятствовали не спрашивать, либо что-то еще. На другой день написал ей смс, что мы не будем общаться, и она выходит замуж. Ну, понимаете, это не серьезно, да? У меня шок, нервы. Опять же, это ваша реакция. Это ваша ответственность. С чем это связано? Просил ее поговорить по телефону, она согласилась. Вы, очевидно, вкладываете какую-то эмоцию в это, в то, что она согласилась. Но какую именно эмоцию вы вкладываете, не понятно. Либо вы считаете, что она сделала правильно, либо вы считаете, что она не сделала правильно. Дальше. Разговаривать решили спокойно, без обитых истерик. Ага. А как решали? Решали. Как происходил процесс принятия решения? Говорить без обитых истерик. Сказалось, что познакомилась с мужчиной две недели назад, и он сразу уехал в другой город по работе. Общались по телефону, и он пригласил совместно проживать, и она так согласилась. Ага. Скажите, а замудистов здесь при чем? Это первое. Второе. Вот ваша женщина, она вообще такая? Может ли она принять предложение мужчины вот так? С другой стороны, если вы 9 месяцев с ней встречались, и не предложили ей совместного проживания, то, быть может, она просто захотела получить от другого мужчины то, чего вы ей не даете. Ну, по ее мнению. И по ее мнению давать не хотите. Но с другой стороны, несколько странно, что она познакомилась, и он сразу уехал в другой город по работе. И по телефону пригласил ее совместно проживать. Так, это не работает. Так, это не делается так. То есть, ваша девушка, чтобы принять приглашение такого типа, она должна находиться в очень растрепанных чувствах на самом деле. То есть, это конкретно должны быть растрепанные чувства. Совсем растрепанные чувства должны быть у нее. То есть, совсем-совсем, понимаете? Чтобы она согласилась на такое предложение. Я не знаю, какие чувства у нее, но... Либо ваша женщина очень сильно переживает, и вы об этом не знаете. Либо она совсем не такая, какой вы вообще ее видите и знаете. Либо все это, соответственно, просто-напросто блеф и попытка вами манипулировать. Что, в общем-то, далеко не всегда является, ну, скажем так, сознательным действием. И в случае с вашей девушкой может быть всего лишь защитная реакция. Отчасти вы поняли это правильно. Не знаю, интуитивно ли, или вы размещали над этим, но поняли вы это правильно, в любом случае. Вот. Дальше идем. Значит... Так, значит... Он сам еще не вернулся, скоро прилетит. Она плакала, говорит, что любит меня, но так надо. Кому надо, непонятно. Таких теплых чувств, как ко мне, у нее не было. Но тут вопрос, когда любят, не бросают. Нет, вы ошибаетесь, когда любят, а могут бросить вопрос в том, какова цель этого, вопрос в том, каков мотив данного поведения и так далее. А я ее просто попросил не торопиться на такой важный шаг и все обдумать. И пока он не приехал, мы можем все возобновить. Что именно возобновить, непонятно, но попросили вы ее в принципе правильно. Если он приедет и у них что-то будет, я уже не смогу ее принять. Логично, но опять же... Опять же... Звучит так, что я не могу принять. Это акцент на вас, не акцент на ней. А нужно здесь все-таки было именно больше говорить именно про нее. Мы разговаривали откровенно, у нее проявилась ревность, когда она спрашивала про моих бывших. Проявлялась ревность, когда она спрашивала про моих бывших. А простите, какая связь между тем, что она выходит замуж, живет, будет жить с другим мужчиной. Кстати, опять же, не помню, говорил ли я или нет, но то, что она сказала, что она выходит замуж, и то, что она сказала, что мужчина предложил ей жить вместе, это как бы разные вещи. Это первое. Второе. А почему вы не примете ее, если у них что-то будет? Что значит, не смогу? Вы любите ее или нет? Дальше. Опять же, у нее есть связь. Вот вы разговаривали откровенно. У нее проявлялась ревность, когда она спрашивала про моих бывших. Это было в контексте разговора вашего тогда, когда вы обсуждали ее совместное проживание с другим мужчиной, или вы вообще пишете. Тут же вы говорите, что в конце этого разговора она сказала, что вечером могу ей позвонить опять, если захочу. То есть, понимаете, если это один из таких разговоров, то переходы, мягко говоря, непонятно чем обусловлены, и почему у нее, почему она вообще расспрашивала про ваших бывших, в каком контексте, если вы обсуждаете ее совместное проживание, какое она имеет право на ревность, если она сама уходит к другому мужчине, по идее. Вот. И в конце разговора она говорит, что я могу ей позвонить, если захочу. То есть это, опять же, а зачем звонить, да? Вопрос. То есть, опять же, либо это манипуляция, либо это неуверенность в себе. Ну, скорее всего, это неуверенность в себе, просто. Аааа, женщина. Вот. Я так и сделал, опять слезы не могу, но так надо, кому надо, она уже решила. Еще раз попросил ее подумать, она ответила, что все решено. А зачем тогда, чтобы вы звонили, можно было у нее уточнить. Я не могу понять, как это было все хорошо, и так резко поменялось. Ну, во-первых, было ли хорошо, это большой вопрос в свете того, что я сказал. Во-вторых, резко поменялось. Ну, если это поменялось действительно резко, то это просто защитная реакция женщины. Ааа, могло ли резко поменяться? Могло. Но, тем не менее, опять же, все это не важно, важно то, что вы хотите для нее, как бы, а гадать это не имеет смысла. А я бы понял, если она встречалась с ним параллельно и ушла к нему. Ааа, это вы говорите о том, что думаете вы, но вы не принимаете позиции человека, другого. Ааа, какой бы абсурдной вам она не казалась, не казалась. И здесь, опять же, вопрос, насколько вы принимаете ее. Она его не знает, они виделись один раз в момент знакомства. Так бывает? Ааа, ну, понимаете, опять же, это не важно, бывает ли так или нет. Вот это вот ваши вопросы, они заставляют думать, что вы не уверены в себе сами. И ваша не уверенность в себе предается женщине, которая хочет как раз таки чувствовать себя более уверенно в себе. Ааа, вот. Какая разница, бывает это или нет? Это есть. Здесь и сейчас это есть. Поэтому вы сами подумайте, чего вы хотите от своей женщины, что вы можете ей дать, какие блоки есть на этом пути, и постарайтесь это все реализовать. Не надо думать. Я начал задумываться, существует ли этот персонаж или он вымыслен. Опять же, это не важно. Страстил, когда он прилетает, на что она ответила, что не знает, точно завтра или послезавтра. Странно собираются замуж за человека, который симпатичен и не знает, когда она, когда он, наверное, приезжает. Ну, понимаете, да, это попалкивает сказкой, но, опять же, у этой сказки, даже если это сказка, есть реальный и совсем не сказочный, куда более мрачный мотив. Значит, спросил, как его зовут, она говорит, Саша, почему я так долго не могла назвать его имя. Знаете, у меня такое ощущение, что у вас у самого истерика. Ну, вот. Вы поймите, что если вы оба будете истерить, хорошего в этом ничего не будет. Поэтому, давайте успокойтесь и накручивать, как бы, себя ненаучно. Да? Накручивать себя. Ну что? Вот вы, ещё раз говорю, подумайте, что вы хотите и сделайте это. Что бы это ни было, обман, не обман, или правда, не правда, у этого есть реальная причина. Причина точно та, что вы не реализовали свои идеи, жить с ней вместе. Хочу отметить, несколько часов назад, я, говорю, что заходил в гости к другу Саше, это неважно. Это могло быть совпадение, а могло быть нет. На психологическом уровне она могла придумать, так словом, персонажу имя. Опять же, это догадки. К реальному миру это отношения не имеет. Так, как вы думаете, есть ли шансы? Шансы на что? Хочу быть с ней. Зачем? Именно вы хотите быть с ней, зачем? Помогите советам. Какой вам совет дать? Совет по поводу чего? Понимаете? Как вернуть? Ну, об этом я говорил. Ну, по поводу этого, нет. Дмитрий, вы поймите, подобные поступки хороши, когда вам лет по двадцать, девятнадцать, ну, максимум двадцать пять, иногда бывает двадцать шесть, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Но никогда жизнь женщины тридцать шесть. Ей в этом возрасте, ей уже нужно совсем другое. Да, романтика это здорово. Да, романтика это круто. Но, помимо этого, должно быть что-то еще. Должны быть реальные действия, понимаете? Поэтому можно-можно это сделать. Но если сделаете только это, она действительно уйдет. И неважно, реальный мужчина или нет, она просто уйдет от вас. Понимаете? Поэтому вам необходимо понять свои желания. Вам необходимо увидеть, для чего вы хотите быть с ней. Просто сядьте и почувствуйте, чего вы хотите. И что мешает вам делать то, чего вы хотите. И мешает ли это вам везде, мешает ли это вам во всем. Или мешает только с ней, только с этой девочкой. Если да, то есть сверхмотивация. Которая, опять же, определяется только вашей ответственностью за нее. Понимаете? Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.